Привет, я Никита Власов, а вы смотрите тележурнал «Виртуальный мир» на телеканале ТНТ «Онега». Новости из мира передовых технологий ждут вас в ближайшие 5 минут. В наши дни «Умный дом» вместо самостоятельной и понятной системы зачастую представляет собой набор отдельно управляемых устройств. Вместо этого хотелось бы видеть единый центр управления, напоминающий неприметного и тихого дворецкого. Чтобы поправить ситуацию, исследователи из междисциплинарного центра Корнеллского университета разработали прототип социального робота, предназначенного для тактильного управления элементами умного дома. Робот, получивший имя ВИО, внешне напоминает настольную лампу с подвижной головой, камерой и дисплеем. Пользователю предлагается взаимодействовать с устройством при помощи экрана и пластиковых физических иконок. Создатели называют их фиконками, каждая из которых обозначает ту или иную систему или домашний прибор. Например, с помощью красной иконки в виде языков пламени можно управлять системой отопления в доме. Если ее положить на подставку, то камера робота распознает ее и включит отопление. При этом, перемещая иконку по подставке, владелец робота сможет регулировать температуру или яркость освещения, если речь идет о фиконке, отвечающей за управление лампами в доме. Чтобы выключить устройство, достаточно убрать нужную иконку с подставки. Если по какой-либо причине устройство или система умного дома перестанет функционировать в штатном режиме, робот начнет беспокойно озираться по сторонам, чтобы привлечь внимание хозяина. Китайская компания Xiaomi в очередной раз пополнила ассортимент своей продукции, представив складной электрический велосипед, получивший название KeyCycle. Стоимость новинки составит примерно 455 долларов США, а прием предварительных заказов начнется 23 июня через фирменную краудфайнинговую платформу компании. Велосипед Xiaomi получил нескладывающуюся карбоновую раму, а также электромотор и аккумулятор из 20 ячеек емкостью по 2900 мАч. По словам производителя, батарея обеспечивает запас хода до 45 километров. Кроме того, велосипед можно использовать и без задействования электромотора. Штатный компьютер велосипеда Xiaomi отслеживает скорость, преодоленную дистанцию, количество сожженных колорий и другие параметры. При этом его данные можно синхронизировать со смартфоном при помощи Bluetooth. Вес велосипеда 14,5 килограммов, и в сложенном виде он легко помещается в багажник машины. Калифорнийский стартап FarmBot представил одноименного робота-садовника, способного в значительной степени заменить человека в фермерском деле. FarmBot представляет собой раму с управляемыми высотой, шириной и длиной, на которую установлено крепление со сменными насадками для посадки семян, полива растений и удаления сорняков. Рама крепится над грядкой, а пластиковые детали, из которых она изготовлена, можно напечатать на 3D-принтере. Управлять роботом можно при помощи компьютера или смартфона. Так пользователь может выбрать растения, которые нужно посадить на грядке, а также место для их посадки. Каждому растению и действию с ним робот присваивает уникальный номер, а затем в индивидуальном режиме следит за ростом посадок. К роботу можно подключить резервуар с водой для полива, а источником питания для него может служить солнечная батарея. 21 июня на краудфандинговой платформе Kickstarter стартовал проект по сбору средств на производство кольца НИМП, оснащенного тревожной кнопкой, при помощи которой владелец кольца, попавший в экстренную ситуацию, может отправить сообщение в полицию, членам семьи или друзьям. Менее чем за сутки проект успешно собрал необходимые 50 тысяч долларов. Сбор средств будет продолжаться до 30 июля. Внешне НИМП представляет собой довольно массивное пластиковое кольцо черного или белого цвета. Тревожная кнопка расположена на нижней части его ободка и утоплена в него, что позволяет избежать случайных срабатываний. Для активации кольца необходимо нажать на кнопку и удерживать ее в течение трех секунд. После этого кольцо подтвердит нажатие вибрации, а экстренные службы, а также определенные заранее люди получат сообщения с GPS-координатами пользователя. Использовать кольцо можно не только в случае нападения, но и во время стихийного бедствия или при возникновении проблем со здоровьем. Настроить список тех, кто будет получать тревожное оповещение, предлагается при помощи фирменного мобильного приложения НИМП. В частности, программа позволяет отправлять уведомления людям, находящимся поблизости. Помимо этого, программа способна начать видеотрансляцию со смартфона пользователя, которую смогут увидеть получатели экстерного сообщения. А встроенные в приложение ЧАД позволят им координировать свои действия. В настоящее время оформить заказ на кольцо НИМП с зарядным устройством в комплекте на Kickstarter можно за 99 долларов. Первые поставки кольца запланированы на март будущего года. На сегодня это, пожалуй, вся информация. Увидимся ровно через неделю, там и посмотрим, что нового произойдет в причудливом мире информационных технологий. Пока!